Инфектед Рейн Быть успешной вокалисткой на рок-сцене удается немногим. В России таким похвастаться может Луна. Лусинэ Геворкян уже 10 лет возглавляет коллектив с аналогичным названием. Эта хрупкая лишь на первый взгляд женщина способна на протяжении нескольких часов удерживать песнями толпу рокеров. И на Доброфесте с этим она справилась на отлично. Доброфест фестиваль не только музыкальный, но и кулинарный. Здесь можно попробовать блюда из разных стран. Мы печем удмуртские перепечи. Это удмуртское национальное блюдо. Тарталетка из прессового теста заливается начинкой на омлет на основе. Блюдо есть такие ингредиенты. Вот это, например, с сыром. Есть с мясом, с колбаской, с творогом, с капустой. Вот так печка стреляет с нас. И сколько перепечи вы сегодня перепекли? Очень много. Целый день уже получается. Восьмое утро. Ну, так. То есть меряется в сотню штук? Да. Больше. Перепечи ели когда-нибудь до этого? Да, каждый год. Каждый год на Доброфесте? Но это блюдо подойдет в качестве перекуса между концертами. А вот если вы проголодались серьезно, то вам в соседнюю палатку. Здесь готовят настоящий узбекский плов. Я просто из Узбекистана. Там у нас с младенчества учат, как готовить плов. А вы первый слой плов во сколько лет сварили? Лет в 10. Уже? Большой? Вот в таком казане? Ну, да. А как мешали? Ну, мне помогали мешать, но это был мой плов, потому что я начинал, и я его уже раздавал. Вот считается, что мой плов я готовил. Сколько, получается, вы уже его готовите, этот плов? 20 лет. Обалдеть. Наверняка много рецептов знаете. Сколько вообще есть? Есть много. Каждый, ошпас, так сказать, готовит свой плов. Как вы назвали? Ну, ошпас, это повар узбекский. Каждый готовит свой плов. Каждый готовит по-своему. Ну, вообще, типа, каждый регион готовит свой плов, то есть у них есть традиционно свое. Что ваше, что ваше отличает? У нас много моркови, он очень красивый, он очень яркий, он очень, там и фрукты вложат, и виноград, ну, изюм. Много мяса, баранины, чеснок, то есть, ну, там много всего намешано. А вообще, вот что нужно, чтобы сварить вкусный плов? Чистое сердце. Все. А как узнать, чистое оно или нет? А вот если получится, полгать и чистое. Голодным от этого ашпаса или повара никто не уходил. После непременно нужно запить такой плотный обед. Напитков много, есть специальный кофе. А для рокеров? Алиссо, пожалуйста. А я вот хочу заказать капучино, что, как, как будет называться мой кофе? Кукручино? Кукручино. В честь группы Кукруниксы. А вы поете, когда готовите? Если бы умел петь, я бы пел, когда готовил. А так я молчу, а то клиентов отпугнуло. То есть у вас от Кукруниксов ничего нет? В кофе? В кофе ничего не добавляете? Какой-нибудь секретный ингредиент? Волосы Алексея Горшенева разве что, но это секрет. А для фанатов здорового питания эксклюзивный смузи. А в него входит манго, клубника, банан и какой-то цвет у нас главный. Конечно же зеленый. А что у нас зеленого цвета? Может быть мята? Почему-то он красный, а не зеленый. Ну, подождите. Сейчас исправим. Мы же знаем, что там основной волшебный ингредиент зеленый, но это же мы еще не приготовили. Тогда давайте, как вы будете выкручиваться из этой ситуации? Красная сцена, зеленая сцена. Гармония получила. Гармония, коктейль Доброфест, смузи. Закусок на Доброфесте много. Колбаски, шаурма, картофель жареный с луком. Голодным точно никто не останется. Ну, а если соскучились по домашней еде, то тут для вас приготовят солянку. Огульчики, лучок, там от паста, три вида мяса, картошечка. Секретный ингредиент есть какой-нибудь? Конечно, любовь к профессии. Ну, естественно, вы его нам не расскажете. Конечно, нет. Скажите, сколько уже сварили за эти два дня солянки? Ну, литров 200. Хорошо едет? Да. Наелись и снова к сцене. Там уже разогреваются следующие коллективы. Кстати, концерты самых лучших мы сняли специально для вас. Смотрите выступления топовых команд Доброфеста на Первом Ярославском после 11 часов вечера. Доброфеста на Первом Ярославском после 11 часов вечера. Спасибо.